Здравия, дорогие друзья! С вами Николай Субботин и канал Протоистория. В декабре прошлого года наши питерские коллеги во главе с Лидией Соловьевой изучили подвалы лютеранской церкви Петрикирхи в центре Санкт-Петербурга. История этого здания хорошо известна и неплохо описана с момента его закладки 8 августа 1833 года. Однако история его создания уходит в начало 18 века. Именно тогда, по указу Петра II, 26 декабря 1727 года, немецко-лютеранское общине на пустынной территории между нынешними Большой и Малой конюшенными улицами был отведен участок земли. И уже 29 июня 1728 года на этом месте в день святых апостолов Петра и Павла было заложено здание Первой церкви. Но речь сейчас не об этом. Больше всего вопросов вызывает архитектурное устройство многоэтажных подвалов Петрикирхи. Многие называют их катакомбами Петрикирхи. Сюда проводят экскурсии, устраивают различные исторические и художественные выставки. Но лично меня заинтересовало несколько необычных фактов. Первое. Если внимательно осмотреть подвальные катакомбы, то создается впечатление, что они принадлежат совершенно другому, более древнему сооружению. Посмотрите сами. На этих снимках хорошо видно, что здание водружено на частично откопанный и разрушенный фундамент какого-то другого здания. Арочные перекрытия разрушены во многих местах. Более того, возведены новые подпорные конструкции уже внутри более старых перекрытий. Словно строители Петрикирхи хотели сэкономить средства и время, возводя церковь на уже существовавшем в то время древнем фундаменте. Но если это так, то какое именно сооружение могло здесь находиться? И может быть это место в начале 18 века было выделено не случайно. Нужно было лишь откопать фундаменты до петровских построек и возвести новые строения. Конечно, пытливые исследователи могут вспомнить фотографию 40-х годов, на которой изображен процесс демонтажа органных хоров. Вот она. Но если внимательно присмотреться и сравнить ее разрушенные арки и остатки древнего фундамента, разница будет очевидной. На старом плане Петрикирхи есть подвалы, которые намного глубже указаны, но если считать диаметр арок и логическое их продолжение, то где-то закопано метров 10. То есть метров на 10 они могут быть еще раскопаны и углублены. Никто не знает откуда эти арки. Дело в том, что рядом находятся у нас там другие соборы, в частности Анненкирхи. Я в подвалы туда проникала, мне удавалось это сделать. Плюс к этому у нас очень много на Невском подвальных кафе, то есть так называемый подземный Питер. Там нормальные краснокирпичные своды, то есть арки. Видно, что они держат этот дом, этот этаж. Но размеры арок Петеркирхи поражают. И вот на этом марочном основании какого-то действительно древнего до Петровского Питера, Карл Брюлов как раз и строил свой первоначальный собор. Это у нас современное получается? Спасибо вам большое. У вас вот какой из кирпичей. Представляешь? Кирпичей вот такой. Вот, пожалуйста, вам своды. Пошли вниз, там с ними виднее будет. Второй факт, который меня сильно удивил. Это гранитные колонны внутри подвала в Петеркирхе. Вот они. Это самые настоящие гранитные колонны. Но они совершенно не вписываются в архитектуру катакомб. Словно они сохранились от более древней простройки, откопанной во время строительства современной версии лютеранской церкви. Мне будет интересно услышать ваше мнение, что вы об этом думаете. Пишите в комментариях ваши версии. Не забывайте подписываться на канал и включить оповещения. Дальше будет интересно. С вами был Николай Субботин и канал Протоистория.